Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Наша конференция научно-практическая, она носит исключительно просветительский характер. Она посвящена самым актуальным вопросам женской репродукции. Нарушение функции репродуктивного здоровья и методы коррекции. Она касается самых частых проблем, по поводу которых обращаются женщины, начиная с периода менархия, то есть дети. Она касается переходного периода климакса, менопаузы, приливов. Она касается контрацепции, причем не стандартных вопросов, а лечебных аспектов контрацепции. И в самом конце она касается анти-эйджу. Как сохранить свое здоровье, привлекательность, качество жизни во все возраста. И как сделать так, чтобы наша старость была в радость не только нам, но и окружающим, в семье, мужу, обществу. Лекторы, которые отобраны для этой конференции, это профессора, известные в городе, в стране и за рубежом. Это главный акушер, гинеколог детей и подростков города Москвы, профессор Сибирская Елена Викторовна. Прошу ее приветствовать. Это будет директор Института репродуктивной медицины Российского эндокринологического центра, профессор Елена Николаевна Андреевна. Это будет доцент Косян, кафедра репродуктивной медицины и хирургии. АПЛОДИСМЕНТЫ И это будет доцент Казначеева Татьяна Викторовна, кафедра репродуктивной медицины и хирургии. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушку или женщину, которая сидит у экрана мониторов, каждый из нас когда-то испытывала чувство боли во время менструации. Это понятие и подразумевает под собой понятие дизменореи, то есть боли во время менструации, которая сложилась из трех латинских слов. Диз, порочное, мена, месячное, кровотечение. Хотелось бы сказать, что дизменорея – это социально значимая экономическая проблема. Почему? Да потому что она является основной причиной отсутствия девочек в школе. В среднем от 10 до 48% временной утраты трудоспособности у женщин. Напрямую влияет на семейные взаимоотношения, а также на качество жизни женщины. По данным эпидемиологии США, порядка 600 тысяч трудочасов и 2 миллиардов долларов теряется в год. Распространенность дизменореи в среднем составляет от 43 до 89% пациентов, которые сталкиваются с болями во время менструации. Но прежде чем говорить, почему же возникает боль во время менструации, хотелось бы немножко акцентироваться на том, что же представляет из себя менструальный цикл. Это физиологический процесс, характеризующийся изменениями во всем организме женщины, проявляющимися в виде кровотечения из половых путей. Менструальный цикл имеет фазы – поликулярную, аволюторную, литеиновую. Но для нас самая важная фаза в данном рассматриваемом вопросе – это фаза дискломации или вторжения эндометрия, или еще ли фаза менструации. В отличие от психологического замкнутого круга, нам всем хорошо известного, если в любом из них прервется связь, это будет только лучше, в отличие от гормональной регуляции менструального цикла. Здесь любые нарушения приводят к серьезным последствиям и к возможным возникновениям боли во время менструации. В норме менструальный цикл должен быть безболезненный, и девушка, и женщина может выполнять любые виды физических нагрузок. Среди данных по причине госпитализации экстренной стационар у девушек первичная деземенорея составляет четвертое место. Хотелось бы отметить, что существуют определенные факторы риска, в результате которых возникают боли во время менструации. Это физические перегрузки, семейный анамнез, ранний приход менструации, злоупотребление вредными веществами, особенно курением, физические травмы, недосыпания, гиповитаминозы, а также обильные менструации. Деземенорея имеет и семейный анамнез. В среднем в 30% случаев, если девушка испытывает боли, когда-то эти же боли при менструации были либо у ее мам, либо бабушек. Еще в конце прошлого века предложена классификация по степеням тяжести первичной и вторичной деземенореи. Хотелось бы отметить, что при нулевой и первой степени боли незначительные. При первой степени может потребоваться использование обезболивающих препаратов, которые всегда имеют хороший положительный эффект. Вторая степень тяжести. Имеются выраженные вегетативные симптомы, выраженный болевой синдром, но он купируется приемом обезболивающих препаратов. Третья же степень тяжести деземенореи в большинстве случаев может потребовать госпитализации в стационар. Для оценки степени боли используется шкала боли. По распространенности тяжелая степень деземенореи составляет лишь 15%. И хорошо, что именно более легкая степень, она встречается от 34 до 40% случаев. Существует классификация деземенореи, которая разделяется на первичную, вторичную и деземенорею неуточненные. Хотелось бы отметить, что первичная деземенорея, она начинается с периода минархии или только прихода месячных у девушек. И при ней отсутствует какая-либо органическая патология со стороны половых органов. При вторичной же деземенореи это состояние, которое возникает у женщин более взрослого возраста, она всегда сопровождается какими-то органическими изменениями в органах репродуктивной системы и проявляется обильными и длительными менструациями или чаще, и также межменструальными кровянистыми выделениями. Здесь бы я хотела отметить, что, к сожалению, далеко не всегда в нашей жизни происходит все, как мы планируем. И могут происходить различные ситуации, которые могут усоглублять течение процессов. То же самое и с этиологией и патогенезом возникновения деземенореи. И существует ряд теорий, к которым относится простагландиновая теория, теория гиперсекреции вазопрессина, гормональная теория, а также наследственная теория, связанная с дисфункцией спинальных интернейронов. Но возможно и взаимоотношения этих теорий, которые могут усоглоблять течение процесса. Какой же патогенез первичной деземенореи? Это повышенная продукция простагландинов, сокращение матки, на фоне чего происходит спазм сосудов, ишемия, то есть кислородное голодание, и потом возникает боль. При этиологии вторичной деземенореи обязательно должен быть, как я говорила, органический компонент, к которым относятся и эндометриоз, и пороки развития матки и влагалища, воспалительные заболевания придатков матки и самой матки, опухоли матки, стеноз шейки матки, спаечный процесс в малом тазу. Патогенез связан с нарушением кровообращения в органе, раздражением нейронов, спазма гладкой их маскулатуры, растяжение стенок органов, и в соответствии с этим возникает боль. Какие же симптомы деземенореи существуют? Это, конечно же, и депрессивные состояния, боли в области сердца, в области суставов, повышенное потоотделение, кишечные расстройства, которые проявляются в виде тенезмов, жидкого стула, тошноты, рвоты. Симптомы, которые сопутствуют вторичной деземенореи, это бесплодие, межменструальные выделения, обильные менструации, болезненный половой акт, тазовые боли. Одна из современных теорий возникновения болезненных месячных гласит, что это связано с дефицитом магния, и при нем могут быть все эти вышеперечисленные симптомы. Какие же функции выполняет магний в организме? Это антидепрессивный, спазмолитический, антитромболитический и антиоксидантный эффект, а также он повышает продукцию простагландинов, которые участвуют в возникновении болевого синдрома. Что приводит к дефициту магния? Это и хронический стресс, и неправильное питание, и недостаток витаминов, особенно витаминов группы В, злоупотребление вредными веществами, использование слабительных средств, использование гормональных контрацептивов, беременность и кормление груди. Диагностика дезменореи базируется на сборе анамнеза, обязательно гинекологическим исследованием, дополнительных методах обследования, таких как электроэнцефалограмма, ЭКГ-исследование, оценка вегетативного и психоэмоционального статуса пациентки, в случае необходимости проведения пробы с нестероидными противовоспалительными препаратами и оценка концентрации микроэлементов в крови, особенно концентрации магния в крови. Также на дополнительных методах исследования, таких как ультразвуковое исследование, в случае необходимости магнитно-резонансной томографии и возможно и инвазионных методов исследования, к которым относятся гистероскопия и лапароскопия. Таким образом, проводя дифференциальный диагноз между первичной и вторичной дезменореей, важно подчеркнуть, что первичная дезменорея возникает в основном у девушек с периода возникновения и прихода менструации. При этом боль возникает за день до прихода месячных и может длиться в течение всего всех месячных. И следующее это причины, которыми являются затруднения оттока крови из матки, нарушение синтеза простагландинов, повышенный порог болевой чувствительности и возможно недоразвитие внутренних половых органов. Дифференциальный диагноз в обязательном порядке проводят с острой гинекологической патологией, такие как перекрутки истыичников и апплексии яичников, с острой хирургической патологией, это острый аппендицит, с инфекциями мочевыводящих путей и с неврологической патологией. Основными целями лечения болезненных месячных является устранение болевого синдрома, нормализация состояния вегетативной нервной системы, нормализация менструального цикла и если есть органическая причина, конечно же ее устранение. Медикаментозное лечение, это используются препараты первой линии, содержащие соли и магния, нестероидные противовоспалительные препараты, антиоксиданты, афазные контрацептивы и седативные средства. К ними дикаментозным методом лечения относятся соблюдение режима, сбалансированное питание, лечебно-оздоровительная гимнастика, психотерапия, рефлексотерапия. Отдельно хотелось бы сказать о рисках дезменореи. Это как поется в хорошо нам всем известной песне, ничто на земле не проходит бесследно. Так же и здесь. Если это детский возраст, то дальше могут развиваться серьезные тревожные состояния, депрессии. У женщин репродуктивного возраста, бесплодия, возможные риски во время течения беременности и родов. Дальше эндометриоз миома матки. И у женщин переменопаузального периода, конечно же, и депрессивные состояния, и ухудшение течения миом и эндометриоза. Профилактика дезменореи основана на соблюдении здорового образа жизни, сохранении беременности, сбалансированном питании, особенно богатым магнием, восстановление дефицита магния, стрессоустойчивости, естественным грудом скармливания и, конечно же, положительных эмоциях. На положительных эмоциях я хотела бы остановиться отдельно и всю нашу аудиторию поздравить с наступающим праздником 8 марта. Пожелать всем счастья, здоровья, а дальше подчеркнуть, что боритесь с болью, потому что боль, которая сопровождает менструацию, уносит в среднем 5-6 лет вашей полноценной жизни. И также не забывайте про диспансеризацию. Она позволяет вовремя вывести начальные стадии гинекологических заболеваний. Мы же всегда открыты к общению и всегда готовы вам помочь. Завершая свой доклад, я хочу поблагодарить вас за внимание, еще раз поздравить вас с Международным Женским Днем, пожелать вам счастья, здоровья, удачи, пожелать любви и быть любимыми. Для женщины это огромное счастье. Благодарю. Спасибо большое, Елена Викторовна. АПЛОДИСМЕНТЫ